Девушки отдыхают С мая самое время для создания клумб и украшения участка однолетними цветами. Специалист детского областного эколого-биологического центра делится секретами по высадке рассады и уходу за самыми известными и любимыми цветами самарских дачников. У меня вот в руках крупноцветковая питунья. Чтобы ее высаживать в грунт, нужно знать, что в лунку для высадки питунья необходимо насыпать кальциевую селитру. Для чего мы ее сыпем? Для того, чтобы корневая система у наших любимцев развивалась пышной, хорошей, сильной, мощной и давала им питание. Перед посадкой рассаду хорошо поливают. Затем высаживают на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга. Цветовод рекомендует сажать питунью в пасмурный день или в вечернее время, чтобы она быстрее прижилась. После посадки куст снова поливают и на следующий день мульчируют. И вот чтобы этот цвет нас радовал постоянно, нужно знать еще один небольшой секретик. Вот есть отсветшие экземплярчики. И вот чтобы растение кустилось и цвело, мы его отщипляем. Вот, отщипнули и выбросили. И растению легче. Семена не образуют, силы на семена не тратят, а тратят на свою красоту. И вот что у меня осталось. Красивая, нежная, чистая веточка. Родная сестра крупноцветковой питуньи – питунья многоцветковая. Она отличается длинным стеблем, который стелится по земле или свисает из кашпо. Высаживают ее на расстоянии 15-20 сантиметров. Хотя цветок у нее гораздо меньшего размера, но этот недостаток компенсируется большим количеством бутонов. Чтобы цветов на кусте становилось больше, нужно применить простой прием. Питуньи любят стрижку. А стригаем, вот на изломе мы убираем длину, убираем длину питуньи. Полученный черенок укореняем. А данный экземпляр за счет разрастания боковых побегов будет пушистым, красивым и декоративным. И мы с боковыми побегами также будем следить, чтобы при перерастании тоже нужно было постричь. Это львиный зев. У львиного зева тоже есть небольшой секрет. Чтобы были экземпляры пушистые, кустистые и цвели до холодов, мы также прищипываем макушечку. Удаляем макушечку, не давая ему цвести, вот в таком вот состоянии, мы продлеваем ему период цветения. Во-первых, формируются боковые побеги, и второе, все боковые побеги и центральный побег зацветут одновременно. Цветет львиный зев до октября месяца яркими цветами. Если сорт не является гибридом, то семена можно и нужно собирать. В клумбы этот цветок высаживают так же, как и петунию, на расстоянии 20-30 сантиметров в шахматном порядке. Это виолы. Виолу сажаем, высаживаем в грунт на расстоянии 15-20 сантиметров. Если у вас длинная или протяженная грядка, то обязательно соблюдаем шахматный порядок. Это создает плотность рисунка. Еще учитываем то, что виола – это двухлеткая. То есть в этом году у нас она отцветет, даст семена, семена упадут. Если мягкая зима, то вот уже сейчас вот в парке Гагарина мы видим цветущую виолу. Цветочки – отдельные экземпляры цветущей виолы, которая прекрасно перезимовала. Выше перечисленные растения всю свою красоту могут проявить только на хорошо освещенных местах. В виде исключения покажем пару известных приспособленцев, которые выживут в любом месте, да еще благодарно распустят бутоны. Это агератум. Агератум в данном случае – агератум высокий, видовое название. Или народ его называет долгоцвет. Цветет с июня по самый снег. Вот как только снег падает на землю, так и цветение прекращается. Чем он хорош, агератум? Тем, что самосевом может вырастать в нашем регионе, если мягкая зима, вот как сегодняшняя зима. Первое. Второе – неприхотлив. Растет как в тени, так и на солнечных местах. В полутени будет единственное, что темно-зеленый лист, темная зелень и не такой обильный шар голубой. Соцветие будет не такое крупное, как на солнечных местах. Цветовод показывает, как просто размножить агератум. Вершок отрезают ножницами и ставят в воду, пока не появятся корешки. А нижняя часть растения от этого будет лучше ветвиться и пышнее цвести. Еще нас привлекает в данном растении то, что он неприхотлив. Поливать, конечно же, нужно, но не вот обильное. А поддерживать только влажность почвы, чтобы не вяли листочки. Сторонники теории полезного соседства растений сегодня высаживают бархатцы не в клумбу, а в овощные грядки. Клубника и картофель рядом с этими цветами чувствуют себя в безопасности. Дело в том, что инсектициды, которые выделяет тагетис, отпугивают таких насекомых, как целя, капустянка, нематода. Чем хороши бархатцы? Это своей неприхотливостью. Они могут выдержать и засуху, и чрезмерное количество влаги, сохранять свое цветение и благоухание. Поэтому это очень удобная культура для нашей Самарской области. Еще один хороший знакомый – пепельник или по-научному – теннерария. Нужно учитывать, что пепельник необходим просто в клумбе, по краю, для того, чтобы подчеркнуть зелень, подчеркнуть красоту расцветки любого цветка, любого летника или, может быть, даже многолетника. Цветовод предупреждает – в тени это растение теряет жемчужный окрас. Отдельно от других растений имеет бледный вид. А в компании с петунией, агератумом и особенно кумачевой сальвией пепельник будет смотреться великолепно. Подкормку всех однолетних цветущих растений цветовод советует проводить через 7-10 дней после высадки рассады. Комплексные минеральные удобрения и органические чередуют с интервалом в неделю. Все без исключения удобрения вносят после основного полива. Из всего списка цветущих растений самой требовательной к подкормкам является петуния. Вышеупомянутые агератум и бархатцы будут хорошо себя чувствовать в клумбе и без удобрений. Поймать свою удачу по дороге на дачу можно было прямо с колес. Акция «Удачный дачный сезон» с радиогуберния стартовала в минувшую пятницу, когда в самый час пик на обочине Южного шоссе появился грузовик с полтысячей саженцев винограда. Абсолютно безвозмездно, то есть даром, дружная команда Самарского губернского радио вручала саженцы благодарным дачникам. Те, кто внимательно слушал радиоэфир, откликнулись на призыв и не прогадали. Полтысячи черенков винограда высокоурожайных сортов щедро выделил партнер акции «Кенельский виноград». Любые растения с закрытой корзневой системой сажаются весна, лето и осень. Но на сегодняшний день виноград надо сажать тогда, когда температура на глубине 50 сантиметров, как раз зона корня обитания винограда должно быть 14 градусов. Но сейчас это уже есть. Саженцы раздавали всего час. В итоге за 40 минут их расхватали, как горячие пирожки. Большинство горожан не верило, что это безвозмездный акт. И благодарили, как могли. Зреет, пеет виноград у дедушки Кости. Губерния радио приехала к нам в гости. На самом деле заехал за рассадой и еще получил виноград в подарок. Большое спасибо. Программа «Удачные заметки» продолжит следить за достижениями самарских дачников, а также тем, как саженцы приживаются на садовых участках. В следующем выпуске смотрите мастер-класс по высадке кенельских саженцев. В первый год надо обязательно посадить на глубину 50 см. То есть ямку надо копать. Мы пользуемся буром. Пробуриваем диаметр 180 см. На глубину 70 см. 10 см. Мы керамзит или мы работаем перлитом. Вот. Питательный грунт 10 см. Ставим саженец, достаем его из контейнера или отрезаем у контейнера просто дно. То есть пластик не приобретает минусовую температуру, то есть являясь как тепловым экраном и нет растяных кормей. Если опыта в уходе за виноградом пока нет, то полезные знания по посадке плодовых кустарников, овощных культур, ягод и цветов можно почерпнуть от специалистов отрасли в программе «Увлеченные дачники» на Радиогубернии. А для отдыха после работы на грядках много музыки 90-х и 2000-х годов, свежие новости каждые полчаса и интересные программы. Дачный сезон с Радиогубернии – это акция, которая даст старт летним мероприятиям и акциям радиостанции. Слушайте наше радио, я думаю, мы вас порадуем еще не одной подобной акцией. Заходите на наш сайт, следите за нами в социальных сетях, присоединяйтесь, будьте с нами. Цветочную рассаду лучше всего высаживать в грунт в пасмурную погоду, ранним утром или в вечернее время. Питуния, львиный зев, виола проявят себя во всей красе на освещенных местах участка, а гератом и бархатцы не требовательны к свету, поливу и удобрениям. Саженцы винограда с закрытой корневой системой можно высаживать весь сезон. Главное условие – чтобы земля на глубине полуметра прогрелась до 14 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова